Добрый день. Меня зовут Сюзан. Я работаю в организации статья 19, защищающая свободу информации. Мы уже три года сотрудничаем с Татьяной. Я восхищаюсь работой, которую делает команда 29. Мы очень довольны сотрудничеством, будучи организацией, которая заинтересована в распространении упрочения и утверждения свободы информации по всему миру. Что касается вопроса и предмета презентации Татьяны, мне бы хотелось сказать несколько слов о свободе информации в Соединенном Королевстве. 19 статья уже 30 лет действует, и мы говорим о 19 статье всеобщей декларации прав человека, принятого ООН после Второй мировой войны. И статья эта прекрасно известна, и нет нужды ее повторять. И учитывая, что право на свободу информации не абсолютно, оно может подвергаться ограничениям только в определенных, строго определенных законных обстоятельствах. И, соответственно, на международном уровне мы работаем в рамках этой статьи, как и в том мире, в какой это соотносится со всеми отраслями и областями жизни, включая, скажем так, онлайн или сетевую жизнь, сеть интернет. У нас несколько региональных офисов по всему миру, и в частности три в Африке, два в Латинской Америке, два в Соединенных Штатах. Но, несмотря на физическое присутствие, мы, кроме того, очень тесно сотрудничаем и вступаем в партнерские отношения с местными организациями, юристами, журналистами, с лицами, которые защищают свободу распространения информации, или с людьми, которые считают, что их право было нарушено. Мы, основываясь на 19-й статье Устава ООН, пользуемся поддержкой групп юристов, которые анализируют национальное и международное законодательство с точки зрения того, в какой мере те или иные национальные правительства, собственно, придерживаются принципа защиты права на информацию. Мы проводим тренинги для журналистов, семинары, и в целом стремимся к обеспечению безопасности, информационной безопасности отдельных лиц и групп лиц. Кроме того, мы сотрудничаем в рамках Совета Европы, как известно, также объединяющего 47 государств-членов, включая Россию. И это организация, с которой мы сотрудничаем, разумеется, в контексте защиты прав на свободу информации, в том числе и с Европейским судом в делах, которые так или иначе соотносятся с защитой журналистской свободы и прав журналистов и лиц, стремящихся к осуществлению права на свободу информации. Соответственно, все эти принципы разделяются 47 государственными членами, и это одна из областей нашего сотрудничества. Кроме того, в контексте Европейского суда мы обеспечиваем правовую поддержку заявителей, которые обратились в Страсбуржский суд. Это как отдельные лица, частные лица, так и отдельные организации. Так, на прошлой неделе Каспаров, РУ и Грани, РУ, известные информационные ресурсы, запрещенные в России, и с нашей поддержкой, собственно, донесли свой иск к рассмотрению Страсбургским судом, Европейским судом. Учитывая, мы в качестве девиза восприняли слова Джорджа Оруэлла, который говорил, что если свобода вообще что-то значит, что она в том числе значит право говорить людям то, что они не желают слышать. И это, безусловно, средство привлечения правительства к ответственности. За последние 15 лет мы прошли немалый путь с точки зрения правоприменения. Почти в 120 странах мира, включая Россию, приняты законодательные акты, защищающие право на свободу информации. И во многом благодаря деятельности коллег-юристов сегодня сугубо законодательная база с точки зрения правовых текстов в России даже превосходит ряд западных стран. Поэтому мы говорим фактически о возможности сотрудничества в контексте как национальном, так и международном. Позвольте привести британский пример. В 2000 году в Великобритании был принят закон о свободе информации, но обращаю ваше внимание, что в общественном сомнении он укоренился только в 2009 году, пожалуй, когда Daily Telegraph опубликовала статью о расходах членов британского парламента. И некоторые из этих информационных статей и данных были вполне шокирующими, так как была вскрыта алчность и совершенно неоправданные случаи использования в личных целях, по сути, денег налогоплательщиков. Что в конечном итоге привело к тюремным заключению нескольких членов парламента и возвращению определенных денег в казну. Но при этом следует сказать, что закон этот по-прежнему вызывает дебаты в обществе. И премьер-министр Тони Блер когда-то поборник закона о защите свободной информации и говорил о том, что у правительства существует распределенная обязанность защищать это право. В следующем году он стал премьер-министром, но в 2010 году в своих воспоминаниях он, пожалуй, несколько по-другому уже стал относиться к этому предмету. Он написал, он сам о себе писал, «Ты идиот, ты наивный, безответственный дурак». Нет никакого, я совершенно потрясен дуростью этой инициативы. То есть фактически он не считал, что право на свободу информации пользуются граждане, и считал, что фактически этот закон стал пищей для журналистов. Спасибо. Спасибо.